В новой школе в микрорайоне Ивушки начались родительские собрания. Мамам и папам первоклашек рассказывают о программе обучения, учебниках, режиме сна и отдыха. Кристина Масальцева продолжит. Шесть часов вечера. К школе номер 36 имени Гавриила Романовича Державина все активнее подходят люди. Это родители будущих первоклассников. Ребят, которые уже в сентябре наполнят это учебное заведение своим звонким смехом и топотом. Организованные вереницы родители проходят в кабинеты, знакомятся с учительницей, которая в скором времени должна стать классной мамой для их детей. Встреча волнительная. До начала нового учебного года всего ничего, а вопросов масса. Для вас, как для мам первоклассницы, сегодня пришедшей на родительское собрание, что важно узнать? Вообще проблема возникла в том, что сейчас 9 первых классов. Так как мы шли в школу сюда, что тут будут спальни для детей, отдельные раздевалки, там будут продленки. Где сейчас эти 9 первых классов они разместят? Директор школы Светлана Матвеева заверила, всем места хватит. Организация полного дня, присмотр и уход с детьми с 8 утра и до 6 вечера, услуга платная и отсюда необязательная. Кроме того, она может быть востребована далеко не среди всех 230 зачисленных первоклашек. Учиться они будут 5 дней в неделю. Суббота и воскресенье тоже рабочие для школы дни, но предназначены для дополнительных занятий, кружков и секций. Их на выбор обещают немало. От привычных робототехники, ритмики и хореографии, до обучения ткачеству и прочим народным промыслам. Еще одна особенность школы – система аттестации. Выставлять оценки детям будут не 4 раза в год, а 3. Каникулы не по окончании, а в середине каждого триместра. Суть такого подхода следующая. Надо, чтобы дети отдохнули спокойно, без выставления этих оценок. Не понравится нам такой вариант, мы вправе через год его сделать по четвертям. Но вот моя точка зрения, вместо 4 раз оценивания ребенка в год хватит как минимум 3. Ну, 2 маловато. Получать знания первоклассники в зависимости от распределения будут по одной из двух программ – «Школа России» или «Планета знаний». Они традиционные, отчасти имеют принцип советского образования и подразумевают схожие подходы в организации процесса обучения. Первый этап – мы выясняем, что ребенок знает. Второй этап – ребенок получает новые знания. Третий этап – мы эти знания вводим в активные, дальше контроль, и после этого корректируем наши знания. Школа номер 36 рассчитана на 1350 учеников. Кроме учебных классов, в трехэтажном здании будут три спортивных зала, столовая, библиотеки и зимний сад. Пока первоклассники – единственные, кто уже по праву могут считать себя хозяевами учебного заведения. Однако, как только ученики более старших классов закончат этот учебный год, они также смогут поступить в новую школу. Кристина Масальцева, Петр Самусов, Новости, Новгородское властное телевидение.